В середине апреля весь мир отмечает День гемофилии, редкого наследственного заболевания, при котором у человека нарушена свертываемость крови. В нашем регионе от этого недуга страдает 54 человека, в том числе 11 детей. Ежегодно они собираются на так называемую школу гемофилии. Говорят о заболевании и современных методах лечения. У пациентов с этой болезнью, с гемофилией, могут возникать не только кровотечения при травмах каких-то, но также и спонтанные кровотечения, что может приводить к очень ранней инвалидизации. Гемофилию называют царской болезнью, наверное, потому что самый известный пациент – сын Николая II, цесаревич Алексей. Родители и свиты так боялись травмы у ребенка, что вынуждены были носить его на руках. Образовавшиеся кровотечения в те времена, в начале 20-го столетия, не помогли бы остановить даже самые лучшие врачи России. Уже наши современники, люди среднего возраста, еще застали период, когда лечение не было столь прогрессивным. Внутреннее кровотечение, как правило, повреждало суставы. Поэтому у большинства пациентов постарше трудности с двигательными функциями. До этого мы лечились препаратами крови, так называемыми плазма, криопрецепитат. С этими препаратами мы нам могли занести, вот мне, например, занесли гепатит, можно было получить и СПИД. С гепатитом, наверное, почти все больные гемофилией у нас болели. Потому что лично я вот два раза там лежал в инфекционном-то. Современные препараты для лечения гемофилии изготавливают из плазмы многих тысяч доноров. Лекарства пациенты должны вкалывать в вену 2-3 раза в неделю. Препараты восстанавливают необходимое для свертывания количество белков. Уметь делать себе укол самостоятельно должны даже самые маленькие пациенты. Для них в школе гемофилии проводят специальное занятие. Мы все взяли, да, Андрюш? Так, сначала воздух выведем, а водичку заберем. Андрею 9 лет. Он обычный школьник, веселый и непоседливый. О диагнозе родители рассказали мальчику несколько лет назад. Благодаря препарату Андрей может вести обычную жизнь, гулять с друзьями, даже заниматься спортом. Но осторожно, при травме просто необходимо дозу лекарства увеличить. Я один раз папа плитку выкладывал, я на камень случайно встал, я там пошел на качелях качаться, а там у меня на камень встал пяткой, и у меня потом гипсовали ногу. Такое чудо-средство для этой орфанной патологии стоит дорого. На одного человека примерно 2 миллиона рублей в год. Пациенты получают препарат бесплатно за счет средств федеральной программы «Семь нозологий». Терапия начинается с 9-месячного возраста ребенка и длится всю жизнь. Мы замещаем дефицитный фактор и, соответственно, улучшаем свертывание крови у данных категорий пациентов. И, соответственно, уменьшается и количество кровотечений, и жизнеугрожающих кровотечений, и количество гемортрозов, и другой кровоточивости. Занятие для взрослых в школе гемофилии в этом году посвящено семейному планированию. Заболевание передается из поколения в поколение. Болеют только мужчины. Женщины являются носителями гена. Поэтому так важно, объясняют врачи, советоваться со специалистами и выяснять вероятность рождения детей с гемофилией. Сейчас в регионе проблем с поставками фактора крови нет. Поэтому страдающие от заболевания решили заняться решением другой проблемы – лечением приобретенных диагнозов, таких как гепатит. Вместе с активистами Союза пациентских организаций планируют обратиться в Департамент здравоохранения и просить выделения дорогостоящих препаратов. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.